приветствую это аргумент youtube канал униан спасибо что смотрите мой сегодняшний собеседник сергей жирнов полковник запаса бывший разведчик нелегал публицист и очень популярный блогер здравствуйте сергей рад вас видеть как обычно привет алексей я тоже как обычно рад видеть и привет всем нашим зрителям так первый вопрос как одному из известных путиноведов задам да не знаете ли вы случайно путин он суеверный человек или нет если нет то наверняка после сегодняшнего дня он суеверным станет пятница 13 обернулась для него чем признание по пассе его нелегитимным президентом со следующего срока россию назвали странной диктатурой не кажется ли вам что это очень оперативный и быстрый ответ на торчащие его уши в арабо-израильском конфликте и возможно даже на повреждение трубопровода балтик коннектор а я не очень вижу его уши торчащие в израильском конфликте потому что ему он выгоден но в принципе у него по моему не хватает средств на это дело вот газопровод балтика значит генди эстония это точно кроме него просто некому там не уже торчат а там просто весь 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 портрет просто запечатлен напрямую но на самом деле это ответ вы будете смеяться алексей это ответ на мое предложение потому что я его озвучил по моему недели две тому назад ну вот сказал что вообще путин нелегитимен с 2012 года да то есть тогда когда он пришел в нарушение конституции российской федерации которые просто так сказать подогнали под него он там со словом там два срока подряд ну вот но было понятно уже кто когда он вышел на не подряд это уже было нелегитимно но я сказал две недели назад самая главная другую вещь что со следующего года в любом случае путин ставить нелегитимным президентом потому что он изменил конституцию кстати в нарушении своего слова сказал я никогда не изменю под себя конституцию а он изменил ее под себя раз он ну медведев до этого кстати под него еще изменял конституцию в 2000 там каком-то там восьмом девятом году не помню что вот и когда продлили срок там и так далее вот но самое главное когда путин обнубил свои предыдущие сроки вот все вот это уже не конституционно ни с какой точки зрения то есть ни в одной стране нормальной так сказать нормальной конституционной стране это может только в диктатурах но кстати то же самое сделал себя такаев в казахстане хотя в общем такаева нельзя назвать диктатором потому что я считаю что такая посвященный автократ и так сказать вот из всех послесоветских автократов но он пожалуй самый условно приличный да потому что он все-таки отстраивает какую-то демократию он вы вынул кстати вот все то что заложил нарушение всех законов все конституции назарбаев такая это дело отменил все эти елбасы все эти вот всякие там его так сказать восхваление пожизненное сенаторство и все все эти дела вот у путина наоборот под себя все это хотя сам прекрасно начинал с того что говорил что никогда в жизни я не буду изменять никак вообще мне больше двух сроков не нужно я он в 2006 году сказал что я уйду в 2008 году перейду в оппозицию буду критиковать действующий режим из оппозиции ничего этого действительно не сделал и поэтому когда сейчас это проговорили мне это очень приятно потому что я об этом сказал буквально две недели тому назад то есть получил так что они просто там слушают мои передачи мои интервью и озвучили и это очень приятно что я просто как бы аналитическое свое мнение высказываю потому что я и политика все-таки не занимаюсь я не состою ни в каких партиях я не петендую на никакую политику ни на какую политическую роль вот но когда государственные и там это сказать международные организации и политические организации воспринимают это и понимают поднимают на щит мне это приятно это черная метка от пассе как вы думаете путину плевать на нее или он понимает что это серьезное дело тяну не плевать потому что он прекрасно знает что как это закончилось для лукашенко потому что лукашенко примерно такая же что да и что значит его оппозиционерша которая была была вынуждена сбежать из беларусь к литву она получила даже дипломатический статус и она признается как так сказать условно действующий президент в изгнании а лукашенко не является как легитимный президент и путину конечно же это будет очень неприятно потому что самое главное понимаете что ему неприятно мог сидеть спокойно конца жизни до 2036 года надеюсь что не заживет до 36 ладно не будем желать ему плохого хотя хочется очень будем почему я желаю плохого вот но он сам не создал ситуацию такой когда он сам себя загнал и в общем зимс он прекрасно понимает что чем дальше все это идет тем меньше него легитимность и кстати из-за этого у него и наглость появилась из-за этого у него и отмороженность появилась потому что он в общем себя загнал строк говоря в абсолют тупик из которого для него выхода нет для него выход только один взять пистолет макарова пустить тебе 9 грамм в лоб вот он это ничего не сделает потому что он трус абсолютный и потому что он абсолютно не мужчина путин в этом смысле вот он значит он абсолютный трус вот или так сказать для российской операции опять же замечательный выход это сдать этого путина в гаагу вот и это было бы замечательно для всех в том числе кстати для нынешнего его окружения которое могло таким образом себе по крайней мере от выторговать ну как нибудь там снисхождение там я не знаю у них тогда бы была бы допустим камера выходящего там на юг у них бы там может быть даже им там как называется окно бы сделали в этой камере пошире так что и кормили бы получше и постель бы была бы помягче то есть в этом смысле я даже согласен пойти вот согласен что если бы демократический мир им какие-то даже послабления если они сами сдадут путина в гаагу вот так как сербы сдали милошевича но они же мы прекрасно понимаем не о камере с хорошими условиями мечтают они мечтают что им сохранят дадут сохранить и деньги и какой-то возможный статус а некоторые из них и президентом хотят стать вот этот сигнал от европейского союза для окружения путина он будет ими считан как считать насколько он ну не тонкий а грубый это уже намек что давайте разбирайтесь со своим до выборов и начали вы знаете это с одной стороны да потому что безусловно конечно он обращен не к путину и в этом смысле вот тоже мы сразу говорим что это в общем его отношение к этому нас совершенно уже не интересует то есть это вещь которая принимается помимо него и она обращена через его голову как раз к тому окружение которое вокруг него находится вот если они этого не поймут но они вообще так сказать частично есть там просто дураки а те умные они очень боятся что-то сделать потому что они боятся потерять все остальное они боятся потерять жизнь свободу да потому что вот там какой-нибудь я не знаю там олигарх из 117 миллиардеров скажет там чего-нибудь а его возьмут там и лишат этих миллиардов а мы посадили лефортова вот и по этому поводу они бы и рады бы может его сдать но нужно чтобы все 117 были готовы к этому да а это очень сложно потому что из них там человек 30-40 сейчас этим что распиливает госпиталь зарабатывает на войне но кстати меня появляет не к появится есть люди которые там на этом просто надеются что все рассосется вот но они в общем это очень очень немудрая вещь вот но другое дело что это уже проверено вы знаете это психология человеческая люди очень редко на самом деле придерживаются логики какой-то и прагматизма к сожалению очень в девяти и десяти случаев люди к сожалению руководствуются мотивами эмоциональными мотивами какими-то я не знаю религиозными идеологическими то есть дурацкими вместо логики и прагматизма если бы все были прагматиками тогда бы не только скандинавские страны типа норвегии финляндии и шведской и дании там я не знаю там германии например были бы логическими вот все остальные у нас даже в европе этого нету да у нас даже европе уже в испании вы франции и в италии абсолютный баррак я уж не говорю там про грецию и кипр там и так далее вы сказали что не видите ушей путина в арабо израильской войне почему если не прямое участие то косвенно и очень глубокое обучение вагнеровцами хамасовцев да оружие и российская которая использует хамас и оружие трофейная украинская которая не передавали то есть они знали о том что что-то готовится представители хамаса в интервью говорят о том что иран их их партнер основной но и россия также их поддерживает по моему доказательств для цивилизованного мира очень даже много и доказательств нет потому что это не прямые доказательства это все какие-то разговоры но разговор ну как мы вот мы с вами тоже можем выйти в эфир я вам наговорить 10 миллионов кучу каких каких-то вещей но мало ли что я вам скажу вот и по этому поводу нужно еще что-то доказательства не кстати не убедила что участие там вагнер каких-то вот и да даже история с оружием она тоже неоднозначная потому что нет абсолютного доказательства того что и на оружие это действительно оказалось потому что там калаши они все на один на один вид калашей кстати в мире гораздо больше китайских чем российских и советских вот эти там в секторе газа говорят была даже какая-то мастерская по изготовлению по лицензии калашей судя по всему даже не российских а китайских скорее всего вот так что в этом смысле я не вижу не вижу прямого участия я вижу выгоду для федерации вот выгода прямая да конечно причем выгода на самом деле даже не не то что там израиль любяка какая-то потому что на самом деле не таняху был и остается кстати большим другом путина он отказывался вам украине помогать он отказывался соблюдать санкции он отказывался вообще проводить какие-то на ограничения отношения с российской федерацией я вам напомню что всего две недели там назад российская федерация израиль подписали соглашение о совместном производстве кино об организации фестивалей кинофестивалей и так далее там была большая волна после против этого среди кинематографистов которые говорили как можно там со стороной которая убивает людей в мариуполе в буче там в эрпене в харькове в соне в одессе в киеве и там и во всех других городах на территории как можно думать о том что с ним можно какие-то фильмы снимать там да я не знаю заниматься каким-то культурным обменом и так далее вот у израиля в этом смысле я не вижу чем выгодно для путина портится отношение с имени таняху который так был я не сказал куплен его не надо было покупать он сам вот а вот в соединенном штатах америки это точно совершенно да и в общем и путин кстати проговорил это он сказал что это не и потери израиля а это америки значит вот у них их политика потерпела крушение сша вот это с этого начал на этом стоит хорошо но как вы считаете после этой войны отношения израиля и российской федерации изменятся учитывая тут учитывая ту вакханалию которые устраивали в соцсетях неподдержание кремлем и путиным лично до израиля во всей этой истории меня потрясла история представительница какой-то охранной фирмы в иерусалиме написала пост о том что они будут мстить всем радующимся их смертям особенно пропагандистом и конкретно назвала фамилию симоньян готовься знаете это конечно эмоциональная реакция там человек все в соцсети написала совершенно его не значит что он что-то там будет реально делать хотя израильтяне у них в этом смысле они показали что их разведка может заниматься многие десятилетия целенаправленным сведением счета с теми с теми кого она считает своими настоящими кровными врагами вот но психология она малюская показала что довольно много жураков которые очень быстро забывают это начинают все таки вот когда она заканчивается то довольно быстро выходит на первый план деньги и выгода вот а деньги и выгода не пахнут как известно вот и там я не знаю и и надо это конечно поискать но я не удивлю если были какие-то даже фирмы еврейские которые сотрудничали с нацистами вот я совершенно не удивлюсь даже если такой потенциально где-то было да потому что мы говорили что ну а пока вот нас лично не сажать в концлагерь мы чем можем там чего-то там делать да наверняка решили какую-то там униформу или там костюмы шили пока их лично вот не посадили в лагерь и не но такие вещи действительно лучше исследовать тщательно но перед тем как заявлять о таких случаях возможно не были хотя мне не встречалось никогда хорошо вы вспомнили о надеждах российской федерации использовать эту войну до масса против израиля кстати об этом чуть позже может разрастись этот конфликт вот из последних новостей наземная операция в которую но многие эксперты не верили говорили что израиль запад успокоит и не даст нападать на сектор газа все-таки наземная операция началась масштабирование этого конфликта насколько реально по вашему я понимаю что вы не востоковед но я вас спрашиваю как у аналитика в первую очередь вы все равно следите за этой ситуации я конечно не специалист такой глубокий по ближнему востоку по среднему востоку но как специалист по международным отношениям мы все равно знаем основные точки горячие точки на планете вот и здесь уже даже не надо так сказать далеко ходить куда ты и смотреть на на какой-то гадальный гадальный прибор потому что все уже идет все уже уже конфликт разрастается потому что уже сказали уже идет наземная операция на севере в секторе газа уже идут кстати борги вернее на юге уже идут бои на севере на границе с ливаном против хазбаллы уже израиль отбомбился по сирии по ливану по аэродромам по сирии кстати по двум аэродромам потому что они потенциально могли быть использоваться иранцами и хазбаллой для переброски какой-то какой-то там техники в израиле уже соседние арабские страны начинают заявлять что они некоторые из них принести помощь значит так сказать бедным несчастным палестинцам уже имениты говорят что они готовы ехать сражаться с израильской армией все уже все принеслось уже конфликт разрастается разговор я бы сказал так не совсем по-другому я ставил на голову или наоборот головы на ноги не может этот разрастись а что помешает этому конфликту не разрастись вот помешает конфликту разрастись вот как бы я поставил потому что что может вот остановить сейчас этот конфликт чтобы он не стал глобально чтобы он не так сказать даже в северном потому что мы знаем что уже подошел американский флот к израильским берегам а если американцы влезут туда они как бы туда влезть гораздо активнее чем они например влезают в украину потому что с израилем совсем другой уровень кстати поддержки израиль обладает статусом главного партнера привилегированного партнера вне НАТО и поэтому там есть оговоренность об оказании военной помощи напрямую в случае в случае атаки на и здесь конечно опасность очень высокая тем более что вот мы проговаривали что иран уже напрямую сказал что он готов тоже вот он поддерживает все это дело да целует руки всем этим убийцам которые там сделали уничтожали мирных жителей 7 октября и 8 октября вот так что уже уже пошел и устраивает потому что он надеется что отлечет кстати американцев и запад от помощь значит соединенных штатов америки и не смогут развиваться на на 2 на 2 фронта на 2 глубоко заблужается потому что а долларов в год ввп хватит материалов и вооружения и напомню здесь никакой было бы желание у соединенных штатов америки как как вы думаете обострение вот это на ближнем востоке понятно да вы правильно говорите что одна из одна из задач мечтаний путина это изменить ситуацию и сделать так чтобы запад отвлекся на израиль перестал помогать украине байден отреагировал да он уже пообещал 100 миллиардов не 24 которые не смогли которые республиканцы застопорили часть республиканцев а сразу 100 миллиардов как вы думаете на этот раз удастся ему я думаю что вы знаете как это не парадоксально но израильский конфликт израильско-палестинский он отрезвляет людей он показывает что вот если видите как если путина сразу не задавить его эту гадину в зародыше то дальше могут разрастаться другие какие-то конфликты и я так думаю что наоборот это как раз постигнет к тому чтобы активнее помогать помогать украине в борьбе против российской федерации я надеюсь что это что это будет так вот и кстати в этом смысле израильский конфликт опять же облегчает такую задачу потому что у израиля гораздо более сильное лобби в соединенных штатов америки и сам факт того что очень активно соединенных штатов америки будут сразу потом помогать израилю у них не будет тогда так сказать отмазки а почему нельзя помогать украине если израилю помогают так активно и там даже напрямую если даже флот подошел к берегам и так далее но вообще мир мир вступает в эпоху воин говорят некоторые эксперты и кажется того же мнения придерживаются в конгрессе сша да вот этот последний отчет их которым говорится что соединенные штаты америки должны готовиться изменить стратегию национальной безопасности и готовится сразу одновременно с китаями российской федерации вы видите вот на сегодняшний день возможность третьей мировой войны да я вижу ее и не просто того вы говорите вот в мир вступает мир не вступает а вступил в восьмом году когда первая война была в грузии абсолютно такая же война была как против украины и тогда грузию сдали западную западный мир грузии не стали помогать просто грузии помогли разрулить этот конфликт в том смысле что остановили путина от завоевания всей грузии ему сказали хватит тебе только 20 процентов ее территории вот значит осетия и абхазия и остановить потому что иначе там чего-то там пятое и десятое путин тогда очень боялся этого вот и в смысле не был еще убежден в своих безнаказанностях а вот и согласился пойти на это но все вот с этого момент купил уже наступила уже эпоха размораживания конфликтов начала новых новых конфликтов потому что никто тогда не мог до восьмого года представить что российская федерация которая отпочковалась от советского союза и которая пыталась вступить на стезю нормального существования с капиталистическим миром и даже стала капиталистической страной то есть она же освободилась идеологии коммунистической и грубо говоря нечего было даже противопоставить западному то есть там просто высасывали из пальца вот там нато какое-то не нато это все ведь это просто игрушки такие да детские абсолютно пластилиновые вот и тогда это началось потом значит был четвернадцатый год аннексия крыма и донбасс потом кстати вот разморозили значит карабах конфликт и украина вернее сначала карабахский конфликт в двадцатом году до конца карабахский конфликт теперь израильский и и и теперь мы с ужасом смотрим когда будет тайвань и когда будет северная и южная корея то есть в общем все эти конфликты плюс когда возобновится конфликт какой-нибудь между в пакистане и пакистаном между ими и китаем и еще кем-нибудь в этом смысле конечно ситуация взрывоопасная и не уже на де-факто мировой войны потому что если вы посмотрите все за всеми конфликтами и количество участников мировой и конфликты глобальны когда помощи вот украины за украины стоят четыре страны говорить о том что это просто локальный конфликт странно а путин прямо говорит что он воюет не с украина воюет со всем западным миром вам не кажется что западу сейчас чтобы предотвратить вот эти все конфликты в тех горячих точках которые назвали нужно прибегнуть к девизу путина или к практике путина который он озвучивал еще в начале своего президентства мочить сортирах только замочить сортирах путина и всю ту ось зла которую с ираном они создали не пришло ли время к превентивным ударом как вы считаете запад к этому не готов и не будет никогда готов потому что к этому может могут быть готовы только страны которые борются за свое выживание вот допустим израиль это совершенно четко будет делать и у израиля не дрогнет рука и даже ядерную бомбу бросить на рей на иран если понадобится потому что вот если иран начнет заигрывать сам с этими с группировками внутри израиля то я совершенно не удивлюсь сказать вот мы боим боялись да что россия бросит тактическое ядерное оружие в украине а я не удивлюсь что первая новая ядерная бомба в реальной войне взорвется как раз не 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 у вас и я думаю к счастью а может вполне это быть израильская ядерная бомба в иране ну будем следить тогда еще более хотя уже куда внимательнее следить за конфликтом на ближнем востоке кстати о ядерных этих угрозах путин снова к ним прибегнул зеленский кстати ссылаясь на украинскую разведку сказал что чем ближе к новому году тем чаще он будет применять ядерный шантаж несколько раз за прошлую неделю из последнего из вкусного что называется испытания ракеты буревестник вот удивительным образом 13 раз ее испытывали 13 раз она там тонула в болотах не взлетала падала разлеталась а тут внезапно как по заказу знаете когда нужно было в очередной раз пошантажировать украину весь мир она не то что полетела она еще изменила законы гравитации она теперь ее ее дальность полета измеряется не километрами а временем она может она может лавировать месяцами а то и годами заходить на америку со стороны мексики ну понятно что это связано скорее всего и с событиями на востоке но в первую очередь событиями в украине что можете рассказать про этот буревестник вы вообще верите хоть на йоту успешность подобного вооружения испытания потенциально ракета с ядерной установкой вроде бы возможно и даже где-то были даже в советское время вроде бы даже были разработки то есть это старая советская разработка на самом деле которые как многое то и что делает российская федерация это все то что не удалось советскому союзу вынули из нафталина и попытались продать путину как значит новые современные совершенно вещи уникальные революционные здесь пока что все это потому что для того чтобы мир в это поверил нам не нужно никаких разговоров путь нам надо показать ракету и раззателю телеметрию где она значит два месяца кружится над землей вот такой телеметрии нет такой ракеты нету и все что они рассказали это никого не не убедила вот я так думаю что на самом деле здесь пока что частью это больше за разговоры это тоже самое это тоже самый порядок что тарка танк армата который который никто не видел да это кинжалы которые так сказать якобы гиперзвуковые которые никто не может сбить о которой совершенно спокойно сбивается в и не патриотом кстати не самый последний не самого последнего варианта вот это это путь посадила фсб посадил трех ученых которые вешали лапшу на уши путину но на самом деле они не вешали ему на уши а он сам подставлял уши чтобы ему повесили это дело да и дальше дальше вешал лапшу на уши всем остальным вот так что в этом смысле пока что я в это не не сильно верю и вы знаете на сочинском форуме который почему-то не непонятным образом называть валдайским там он к валдай никого никакого отношения не имеет поскольку он происходит в сочи да вот если бы он на валдай в валдай вот значит путин наоборот там вот стал караганов абсолютный приличный человек раньше вроде бы казался который стал полным казном полно вот вы знаете другого слова я представить даже искать не буду а потому что зачем искать какие-то приятные слова просто котел стал и сказал что вы знаете у нас плохая ядерная доктрина нам надо бомбить всех подряд каждый день по двадцать пять тысяч раз вот ничего другого про такого человека как полный козел и мне без разницы доктор сколько он книжек написал сколько он статей написал он просто козел откровенно совершенно и путин кстати этого козла осадил таки все таки на этом сочинском форуме он ему сказал что не надо контрить да так купить у нас все нормально у нас ядерная доктрина достаточно широкая чтобы позволить нам себя защищать вот и в этом смысле точно так же как осадили симонян шу да который предлагал там взорвать значит народную бомбу сибири а потом до ее есть сказали что ты дура говоришь и вообще наша российская так сказать территория вот она тоже сделал ролик в котором сказала я никогда такого не говорила да миллионы людей посмотрели твой ролик его можно в любой момент найти в ютюбе а ты никогда такого не говорила то есть понятно кого это работает вот но в этом смысле конечно путин их немножко осадил но с другой стороны видите он сказал что отзовут вроде там собираются назвать ратинляционные грамоты значит договора о неиспытании ядерного оружия но опять выходе из этого договора не отзыва не от отзыва портисты у меня пытания вот а просто так сказать вот такая такая была с составом 3 с американским феврале месяце он когда он сказал что приостановлены взаимные с американцами но эти инспекции так уже не работают за два года вот так что в общем это это больше на нервных людей психологическая атака чем реальная угроза ну сказал ровно то что хотел сказать мы же прекрасно с вами понимаем что это была мизансцена постановочная и караганов не по не по собственной воле скорее всего задавал этот вопрос даже не скорее всего а точно прекрасно мы понимаем как у него эти пресс-конференции организовываются просто а путин так ответил потому что ну знаете как надо же и пошантажировать немножко но еще как хрущев ботинком и куски ну мать обещать еще ты еще тоже рано еще страшно наверное поэтому немножко и лавировал делал какие-то замечания этому караганову по поводу валдайского форма вы еще замаскированного по поводу сочинского форума замаскированного под валдайский вы еще не устали эту тему обсуждать можем чуть-чуть пройтись мы можем пройти я обратил внимание там на два момента во первых первое ну может показаться что путин начал готовить россиян к тому что будут жесты дохлой моли помните этот его пассаж про то что территориальные претензии территории новые нам никогда не были нужны и они не являлись целью специальной военной операции у нас там и сибири еще осваивать и благоустраивать но вот возможно это такой был пробный камешек знаете уже бросать в информационное поле вам так не показалось у него это не не раз уже было да потому что строго говоря мы же на своих интервью они наши интервью слушают и анализирует мы же говорили что на самом деле потому что вот знаете какие где-то на западе говорили ну вот нельзя же россию там вот чтобы она совсем без ничего осталось да и в ответ на им говорили а что значит без ничего у него 17 половиной миллионов квадратных километров и никто не претендует ни на один кантиметр из этих семнадцать с половиной миллионов квадратных километров еще мало она она эта территория у него и так недосвоено да вот сейчас он вы выступал уже на следующем форуме уже на эконом на энергетическом форуме и он на двадцать четвертом году своего управления вдруг вспоминает что страны у которой самые большие запасы газа в мире разве доказаны у нее у нее газификация собственного населения находится на уровне десяти процентов и что тысячи километров через которые проложены магистральные газопроводы нет никаких отводных веток никуда потому что это просто этот весь газ идет на экспорт для того чтобы зарабатывать бабло и нас в иностранной валюте ну вот и эта страна абсолютно не развита вот я тут даже покопался в истории и нашел да допустим цифры что во франции в 1800 году используют газ для там для кухни и освещения городов и уже в начале девятнадцатого века было 555 французских городов которые освещались газом да и двенадцать с половиной с половиной миллионов французских семей где был газ а в российской федерации даже сейчас нет таких цифров вот и это удивительная вещь так что это конечно эти формы можно обсуждать я вам говорю когда путь произносит десятиминутную речь мы с вами потом можем трехчасовую четыре или четырехчасовую передачу сделать с разбором каждой фразы каждой запятой где он стал делан поставил с ног на голову и так далее а когда и уж она отвечает на вопросы там три часа три с половиной часа тут нам и недели не хватит что все а знаете зачем три с половиной часа я с политтехнологами обсуждал показать что он еще не брежнев это уже предвыборная кампания будут еще и пятичасовые эфиры будут менять двойников наверное там в перебивках на рекламную паузу показать что дед еще может что дед еще ого-го они все берут вот тогда часами ему это удается опять же вспоминаю вещь который меня там несколько времени недавно совершенно почему-то меня ударил когда я вдруг вспомнил что ельцину который выглядел на 80-летнего больного импотента который еле двигался еле говорил было 68 лет когда он уходил в декабре 99 года в этом смысле путин конечно не импотент вспомнилось как ельцина полуживого тянули в день голосования когда его на второй срок переизбирали да как как его а как его заставляли на гурационную речь говорить вы помните там 10 или 15 минутную какую-то церемонию запустили ладно это уже дела давно минувших дней хотя спасибо ему в кавычках за то что он нам путина подарил а меня еще на валдайском форуме удивила глубина его ревности к славе пригожина он даже посмертно его простить не может да поливает грязью наркоман сам себя подорвал и так далее и тому подобное это конечно очень четко характеризирует этого персонажа но во первых это так и тем более что он даже сам себя сам себе противоречит как глава государства и правовед так сказать ленинградского университета с дипломом формальным потому что когда он сказал что вот у пригожина обнаружено было пять килограмм кокаина почему дачным сказал уголовное дело заведено расследуется откуда эти пять килограмм возникли кто их там это и туда то есть просто у него нашли пять килограмм кокаина и вернули ему эти пять килограмм кокаина да и вот потом он ширялся в этом самолете сам себя взорвал да а как же это получается когда президент мятежнику государственную тупику вернули пять килограмм кокаина это говорит президент российской федерации вот поэтому кстати он перестал быть легитимным президентом он давным давно перестал он кстати путин официально не стал быть легитимным президентом 23 23 года когда его не вышел защищать никто вообще никто вообще никто миллион армия гвардия чего только нет то его каких-то курсантов набрали бросить там куда-то там потолок да ну слава богу не дошли а никого не было золотов поехал отдавать жене на дачу медведев сбежал в оборван сбежал то ли в питер то ли на валдай вот и никто и кстати вот этого может пройти попросить пригод потому что пригожин который виска и сказки а в реальной жизни король за мотив мальчика но путин на этой неделе дим начал демонстрировать что он оправился вроде бы от этого шока не побоялся даже ордена международного уголовного суда посетил бишкек но тут конечно масса вопросов был ли это путин возможно обхатывали нового двойника а возможно осмелил а чего тогда осмелил что вы можете как можете прокомментировать этот визит здесь никакой смелости нет потому что это страна которая не подписывала римские статуты где его арестовывать не собирались не никто так что в этом смысле он ничем не рисковал так сказать тоже государство не самая демократическая не самая соблюдающая права человека по этому поводу это кстати единственное место куда он еще может ездить там в китай еще может поехать опять же страна не подписавшие римские статуты не расифицировать его вот я не верю то что в международные вояже едет какой-то двойник нет это был настоящий путин потому что он ходит как путин он кашляет кстати вот это вот то что я всем вам повторяю и что у настоящего путина у него проблемы с горлом он не может сказать ни одной фразы не кашля и и так далее и что это и кстати это наглый путин вот такой вот какой он и должен быть настоящий вот и ну пускай пускай съездит какие какие проблемы то есть было бы обидно если бы допустим он поехал куда-нибудь там в Рюссель и его туда в Рюссель например да и ничего ему не сделать а то он поехал в Бишсек на заседание какое-то там СНГ Пусть докажет смелость хотя бы поездкой в Армению сегодня так лихо бравировал что пригласят приеду и Пашинян ко мне я к нему ладно возможно это репетиция вы правы поездки в Китай да набраться смелости надо чтобы на более длинный перелет поездка в Китай она анонсировалась наконец уже этого месяца как вы считаете состоится она или нет примет ли Си Цзиньпин Путина и чего Путин ждет от этой поездки он же прекрасно понимает что это визит последней надежды а нет это поездка состоится и потому что а для Си Цзиньпиня это поездка в которой Путин будет унижен поэтому обязательно состоит обязательно состоится. Почему он будет унижен? Потому что в последнее время идет рост борьбы Китая за все то пространство, где раньше находилась Российская Федерация. Кстати, не только одного Китая. Потому что я вам напомню, что были такие важные события, которые прошли, кстати, мимо обозревателей большинства каналов, которые практически не обсуждались. То, что, допустим, в кулуарах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций состоялся саммит пяти стран Центральной Азии плюс Байден, плюс Соединенные Штаты Америки. Никто не обсуждал. Вообще не абсолютно. Вещь капитальная. После этого такая же была ситуация с Германией. Пять стран плюс Шольц Германии. То есть Европа и Соединенные Штаты Америки пытаются также занять место, которое освободилось после России и контролировать ситуации из Китая. Китай, в этом смысле, дал возможность Путину съездить на эту игрушку с СНГ, потому что в нее никто не верит. Значит, Киргизия – очень смешной оборот. Оборот 3,5 миллиарда долларов с этой страной. Это вообще у многих просто фирм гораздо больше оборот, чем у двух таких стран. И самое главное другое, что Китай готовится к саммиту с этими центрально-азиатскими республиками государственными, чтобы с ними заключить огромное соглашение экономической строительства нового пути, значит, один путь, который пройдет через них, кстати, в обход Российской Федерации. И Российская Федерация в этом проекте не задействована. И поэтому я вам говорю, что для Китая обязательно не настояться, чтобы Путин приехал туда, потому что они с ним, на нем издеваться просто. Они над ним издеваются уже несколько месяцев. Они издеваются, когда сказали, что Владивосток теперь внутренний транзитный порт китайский. И называют они Восток, а в Сен-Вэй. То парам миллионов квадратных километров российской территории, все города вернули им китайские названия, китайские, что остров Уссурийский на реке Амур стал китайским и так далее и тому подобное. И поэтому это будет унижение Путина. Путин туда поедет, потому что у него выхода нет, ему надо ехать, потому что Китай для него главный экономический партнер, и ему надо показать, что он может куда-то еще ездить. А китайцы знают, что они будут над ним издеваться, и поэтому с большим удовольствием они его примут. Причем, опять же, по-моему, мы с вами уже, Алексей, это уже обсуждали, что чем слаще улыбки на Востоке, тем на самом деле больше гадостей про себя думают, главное, за то есть, но и сделают восточные. Ну, возможно, одна из главных надежд Путина попасть к китайским врачам, поправить свое здоровье. Израильские ему, скорее всего, еще недолго будут светить. Посмотрим, будем надеяться, что уедет несолоно хлебавши. Спасибо вам огромное, Сергей, за этот разговор. Как всегда, время летит с вами незаметно. Сергей Жирнов, полковник запаса, бывший разведчик-нелегал, публицист и популярный блогер. Кстати, подписывайтесь на YouTube-канал Сергея Жирнова, я вам очень рекомендую. Там очень много интересных историй, как трактовка нынешних событий и их анализ, так и очень интересные воспоминания из интересного прошлого Сергея. Вы интересную жизнь прожили, как разведчик, как еще можно, как вас еще можно, ну, как разведчик-нелегал. Спасибо огромное, Сергей, был вас рад видеть и был рад видеть всех наших зрителей. Спасибо, что смотрели. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...